Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Стремительно приближается важная для меня дата, 5 лет со дня начала работы канала Сумерки Богов, и за последние 10 месяцев я понял отчетливо, что самое важное это вовсе не количество подписчиков, а соотношение случайных людей и тех, кому действительно важны базовые вещи, о которых я не устаю говорить. Поэтому вновь и вновь я благодарю своих друзей-меломанов, которые смотрят меня на платформах Boosty и Patreon, и приглашаю всех, кто еще не подписан там, стать членами нашего клуба единомышленников. Поддерживая канал Сумерки Богов, вы помогаете остаткам независимой русской журналистики и музыкальной критики. Сегодня в обзоре вторая серия моих венских впечатлений. В прошлом ролике я рассказывал, как тема, поднятая в этом месяце благодаря вопросам подписчиков, стала догонять меня в столице Австрии и невольно встраиваться в цепочку размышлений о судьбе тех артистов, чьи лучшие годы уже давно позади. Среди вариантов развития карьеры артиста после того, как он миновал пик своей вокальной формы, я упоминал и исполнение камерной вокальной музыки. Тому в истории было немало примеров от Вильгельмины Шрёдер де Вриен до Криста Людвиг. Последнюю я слушал Вене как раз в 90-е, когда она завершала карьеру, и, как и другие звезды прошлого, могу вспомнить еще камерные концерты Германа Прея, Петера Шрайера, Курта Моля. Эти концерты были подготовлены так, чтобы уже не пытаться брать какие-то предельные ноты. Работа артиста над программой состояла в том, чтобы придать набору камерных вокальных жемчужин, как не назови их, романсы, лидер, некий драматический смысл. И, конечно, глубоко вчитаться в музыкальную и текстовую составляющую, выявляя в их взаимодействии такие черты, которые и поднимают малую вокальную форму на уровень больших и развернутых оперных фрагментов. Публике понятно, что артист уже не может похвастаться виртуозной техникой пения, потрясти ее предельными нотами, трелями, фиоритурами, но этого и не надо, когда мастерство и опыт помогают заставить мгновенно полюбить какой-нибудь романс на полторы минуты. Мы в России тоже раньше были знакомы с этой частью творчества, которые представляли многочисленные филармонические абонементы. Сегодня, увы, эта форма почти забыта, но в таких странах, как Австрия, Германия, еще очень много любителей этого жанра. Я тоже люблю камерные вокальные вечера, и в Москве мне их не доставало. Отправляясь в Вену, я купил билет на концерт Рене Флеминг и Евгения Кисина, которые должны были открыть целое турне с программой романсов Шуберта, Листа, Рахманинова, Дюпарка. Ну и Кисин тоже должен был что-то сыграть. Мне было интересно это внезапное сочетание, ведь не то чтобы Евгений Кисин часто сотрудничает с вокалистами, поэтому как-то хотелось найти ответ на вопрос, зачем его выступать с этой уже немолодой певицей, которая даже в ее некогда вотчине, Театре Метрополитен Опера в Нью-Йорке, не выступала много лет до декабря минувшего года, когда приняла участие в мировой премьере оперы «Часы», написанный чуть ли не специально для нее. Зачем он выбрал именно ее, когда вокруг так много артистов, с которыми сотрудничать одно удовольствие. Но мне не повезло, Евгений Кисин заболел, и на Венской концертной сцене его заменил другой известный пианист, француз Жан-Эф Тибоде. Не могу сказать, что я фанат Кисина. С тех пор, как он перестал быть ребенком, я слышал разные его выступления, некоторые были очень достойными, как его сольник в Кальмаре в тот год, когда весь фестиваль там был посвящен ему. Были и какие-то малоудачные выступления, скажем, в Москве, где соната номер 29 «Хаммерклавир» Бетховена просто развалилась, потерялась у пианиста форма. Это было странно при том уровне звездности, который непременно сопровождает Кисина с того момента, как Караян его позвал сыграть концерт Чайковского. При этом мне довелось наблюдать Кисина вне сцены в Кальмаре, где он был с мамой, с женой, и он точно в свой полтинник остается таким милым, интеллигентным ребенком, и в его интерпретациях это для меня тоже ощутимо, а я все-таки хочу слушать взрослых и мудрых пианистов. Беда только в том, что Тибоде для меня намного более сомнительный пианист. Несколько лет назад слушал его сольный концерт в Москве с программы DBC и навсегда поставил крест на его выступлениях такого манерного и слащавого исполнителя еще поискать. Конечно, рахманинские романсы из программы были выброшены в этом случае, правда их всего два планировалось, но мне было бы интересно послушать их. Канал «Сумерки богов» в полном объеме продолжает выходить на платформах Boosty и Patreon при поддержке подписчиков, которым я безмерно признателен. Поддерживая канал «Сумерки богов», вы поддерживаете и свободную журналистику в России, которой осталось уже не так много. Увы, но здесь на YouTube я продолжаю нонсировать новые выпуски и почти каждый раз меня спрашивают, как подписаться на канал на платформе Boosty. Поэтому я публикую пошаговую инструкцию, а на платформе Patreon все будет примерно так же. Если вы привыкли смотреть канал «Сумерки богов» на YouTube, то на Boosty вам не надо будет привыкать к новым формам. Просмотр там ничем не отличается от просмотра здесь. Для того, чтобы смотреть ролики, не надо скачивать никаких приложений, новых браузеров, не надо засорять память ваших телефонов и других гаджетов. Как и в YouTube, вы открываете сайт и смотрите все ролики, которые выбираете во время подписки. Все очень просто. Отличие только одно. На Boosty вам надо зарегистрироваться. Впрочем, и на YouTube надо было регистрироваться, если вы хотели нажимать на все эти колокольчики и писать комментарии к роликам. На платформе Boosty есть несколько уровней подписки, из которых вы выбираете тот, что подходит вам по содержанию и цене. Да, подписка здесь платная, но зато нет никакой рекламы. Которые вы всегда так ненавидели на YouTube. Рекламодатели помогали содержать канал, а сейчас это происходит на ваши пожертвования. И я очень благодарен тем людям, которые, как оказалось, не могут жить без моих роликов. Какое счастье узнать, что их так много. В чем еще удобство Boosty? Вы подписываетесь один раз и дальше забываете о технической стороне дела и только наслаждаетесь просмотром. Чем же в значительной мере отличаются ролики на Boosty? Они все снабжены в том числе и видеопримерами, которые вы всегда требовали от меня. Политика YouTube не позволяла этого делать, а теперь я, где можно, иллюстрирую свой рассказ вокальными примерами из подходящих трансляций или записей. Какие абонементы существуют на моем канале на платформе Boosty и аналогично на платформе Patreon? Бесплатный уровень позволяет смотреть один ролик в месяц. Базовый уровень обеспечит вам доступ к основному набору из шести ежемесячных обзоров. Это рецензии, репортажи, мои впечатления, которые я привожу из поездок по городам России и Европы. Для тех, кто выбрал эксклюзивный уровень, таких роликов ежемесячно семь. Вроде бы эти два уровня отличаются всего на один ролик, но седьмой – это всегда что-то особенно интересное, эксклюзивное, и, кстати, вы сами можете задавать темы. Есть еще максимальный уровень, здесь к роликам добавляются ежемесячные лекции о какой-нибудь опере, которая вот-вот должна выйти в наших театрах или за рубежом. Я с удовольствием это делаю, особенно когда это помогает практически подписчикам. Последний элитный уровень предоставляет вам неограниченный доступ ко всем роликам прошлых месяцев. Фактически на канале всегда можно посмотреть ролики за полтора-два месяца, это зависит от даты вашей подписки. Оказывается, есть люди, которые любят пересматривать старые ролики, и для них архив уже растет с каждым месяцем и становится все больше и больше. Отдельные ролики можно посмотреть без абонемента, хотя выгоднее, конечно, купить хотя бы на месяц полный набор из шести роликов. Есть возможность и просто поддерживать канал донатами, ведь сегодня это единственная возможность существования всех блогеров, чья аудитория в основном находится в России. У меня много подписчиков из-за рубежа, для них, видимо, легче подписка на Патреоне, но и на Бусти есть возможность подписки для них. В свою очередь я обещаю вам отчеты о самых громких премьерах, самых значительных фестивалях, самых важных концертах и оперных трансляциях. Да и просто буду рассказывать обо всем, что происходит сегодня в мире музыкального театра, который сегодня на наших глазах невероятно меняется. Буду признателен всем, кто подпишется, и после этого ролика. Спасибо, что сегодня вы были с нами, и до новых встреч на канале Сумерки Богов, где бы вы его не смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok